Максимально использовать и выходить на самоокупаемость. Такая задача стоит сегодня перед руководителями спортивных сооружений области. В ледовых аренах, спорткомплексах, бассейнах и других объектах созданы все условия для эффективных занятий спортом. И такая материальная база должна давать отдачу. Увы, не всегда так получается. Речь идет о таких видах спорта, как хоккей и фигурное катание. Последние пять лет, выступая на Олимпийских днях молодежи, команда области стабильно занимает пятое место, несмотря на самое большое количество ледовых арен среди других регионов страны. Это поручение было со стороны Министерства спорта. Мы провели аттестацию всех тренеров буквально перед коллегией. Мы встретили с каждым тренером, переговорили. На сегодня у нас есть предложение в плане дальнейшего развития, что ледовый Брестский хоккейный клуб, ледовая арена, становится центром, отвечающим за развитие в области этого вида спорта. Чтобы профессионалы контролировали работу профессионалов и завязать, может быть, проведение своих каких-то областных соревнований для того, чтобы отобрать лучших и чтобы команда, которая выступает на ОДЭМе, поехала и достойно выступила. Развитию легкой атлетики в Брестской области уделяется большое внимание, как итог победы и кубки на республиканских и международных соревнованиях. К примеру, в феврале этого года на зимнем первенстве страны среди юниоров по легкой атлетике наши спортсмены одержали беспрекословную победу. Во 26 видах легкой атлетики берестейцами завоевано 29 медалей – 9 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. Однако и в этом направлении есть куда расти. В частности, улучшать работу тренерских кадров. На сегодня есть тренера, которые, проработав больше 15 лет, даже не имеют категории. А это, на мой взгляд, не совсем правильно. То есть люди приходят на работу и не делают то, что от них требуется, нет отдачи. То есть они просто приходят и проводят тренировку, не работая на будущее, на резерв. Для того, чтобы быть первым, нужно держать марку. Вот, наверное, актуальность этого вопроса и вызвана тем, что нам сегодня нужно посмотреть и обратить внимание на упущения, которые уже, может быть, замылились где-то на местах. Подготовка к летней серии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро также в списке актуальных вопросов, которые были рассмотрены на заседании. На данный момент отбреченную лицензию на участие получили 16 спортсменов, гарантированных участников. Однако это не окончательная цифра. Кроме этого, в области ведется работа по пропаганде Олимпиады среди населения. Нужно привлечь внимание общественности к этому событию, потому что спортсмены сами всегда говорят, им очень приятно то, когда их знают, когда за них болеют, когда следят за их успехами и достижениями. И, конечно же, задача Олимпийского комитета сделать так, чтобы все подрастающее поколение, Олимпийское будущее нашей Брестской области активно приняло участие в этих всех акциях и всех мероприятиях, посвященных Рио-де-Жанейро.